В Наринмаре стартовала двухдневная ежегодная августовская педагогическая конференция. На этот раз ее главная тема – актуальные направления развития образования на современном этапе. Также на совещании обсудят задачи предстоящего учебного года, который начнется уже в понедельник. Большая конференция состоит из трех частей. Впрочем, важные заявления были озвучены уже на первой. Это, конечно, не 1 сентября, не день знаний, но, так сказать, генеральная к нему репетиция. Более 500 работников образования со всего региона собрались, чтобы поставить главные цели, которые необходимо решить в предстоящем учебном году. Он стартует уже в понедельник. Мало кто знает, но почти треть населения региона сейчас занято в образовательной сфере. Это и педагоги, и воспитатели, и школьники. Для каждого из них очень важно понять, что будет дальше, а дальше будет курс на глобальное развитие. К примеру, Игорь Кошин сказал, что властям сейчас предстоит создать новую систему профессионального образования в регионе. Это позволит вести каждого маленького жителя округа, начиная от детского сада вплоть до его трудоустройства. Благодаря тому, что у нас небольшая численность, у нас есть возможность сделать единую программу, которая будет отслеживать и вкладывать и финансовый ресурс, и вкладывать знания, и тот потенциал, который есть, с тем, чтобы потом была возможность у человека его обязательно организовать, начиная с детского сада. То есть мы должны брать ребенка из детского сада и до момента получения им уже образования. И с последующим трудоустройством. Тема образования в регионе имеет и федеральное значение. По ряду показателей майских указов президента мы достигли положительных результатов. Осталось поднять уровень зарплат в дошкольных учреждениях. Сделать это позволят полномочия, которые вернулись из Архангельской области в Ненецкий округ. Главное, наверное, приоритетом нашей политики, политики нашего региона, конечно же, это развитие образования. И недаром же в концепции развития округа до 2025 года важнейшим направлением ставится образование. Появление в регионе новых преподавателей и воспитателей – это вообще тема отдельная. В молодых специалистах округ нуждается, но не так остро, к примеру, как в медицине, но все же. Тех, кто работает с детьми первый год, сегодня наградили. Удостоились почетных наград и люди, которые уже многие годы дают знания и воспитывают новое поколение. Именно ему прозвучало со сцены «Предстоит строить будущее Ненецкого округа». Мы должны давать качественное образование на любой ступени – дошкольное, дополнительное, среднее, основное, с любовью к ученику, к уважению его семье. А вот качественное высшее образование, причем не выезжая за пределы региона – это уже давно реальность. Полноценный филиал Северного Арктического Федерального Университета в Ненецком округе должен появиться в ближайшие годы. Директор местного САФО Надежда Подшивалова. На конференции прозвучал вопрос о возведении дополнительного корпуса профессионального техучилища. Недострой уже многие годы находится в стадии заморозки. Власти региона планируют провести экспертизу здания, но, скорее всего, она покажет – недостроенную корпус нужно сносить, а на его месте – возводить новый.